с какими вопросами чаще всего обращаются к детскому аллергологу чаще всего обращаются с мифами которые вообще не подтверждены это топический дерматит которые люди представляют как аллергический как аллергию как аллергия пищевую они и пытаются связать что меня сыпит потому что наверное что-то ем и давайте найдем этот продукт питания и наконец-то мой ребенок будет чистый красивый это час самая наверное основная проблема в которой ты пытаешься объяснить что пищевая энергия топический дерматит это два совершенно разных заболеваний но они бывают сочетаются то есть бывает такое сочетание ну то есть когда у ребенка есть и топический дерматит и пищевая аллергия в чем отличие можно как-то самостоятельно да вообще как раз таки с пищевой аллергией с истиной пациенты приходят и они уже сами знают продукт питания потому что это острая реакция это крапивницы отеки какие-то контактно аллергические дерматиты то есть если атопия это генетическое заболевание хроническое заболевание кожи то есть ну условно от него невозможно вылечиться он впадает в ремиссию ремиссия может быть от нескольких лет до пожизненной ремиссии поэтому это заболевание которое генетически заложено она у ребенка может реализоваться в разном возрасте соответственно если вы жили и никаких проблем у ребенка не было у него в 10 лет идет дебют атопического дерматита это не потому что вы его там накормили чем-то и вот из-за этого его высыпло и сейчас мы это уже кушать не будем у него атопический дерматит пройдет все если уже иммунные иммунная активация произошла она дальше и будет идти просто она регулируется очень многими системами в организме и больше на него влияет именно внешние факторы не внутренние то есть не то что мы кушаем то что мы кушаем в том числе но это не основная причина а при пищевой аллергии да я согласна что это наверное ну такое состояние которое пациентам немножко легче перенести потому что ну условно если у ребенка аллергия там на пшеницу не ест пшеницу прекрасно себя чувствует при условии того что у него исключены все продукты которые содержат пшеницу поэтому да вот пациентам кажется так мы не будем кушать макароны мы не будем кушать хлеб но они не думают что это пшеница добавлено во многие продукты в соусы и может содержать следы или например в детском саду поменяли рецептуру какого-то соуса и начали для загустителя добавлять пшеницу ребенка развивается острая реакция поэтому клинический пищевая аллергия протекает остро это тяжелое проявление которое появляется очень быстро буквально от нескольких там секунд минут ну максимум там до 55-10 минут то есть очень короткий промежуток времени и он запускает несколько систем поэтому если у ребенка формируются просто ну вот условно он съел например ну вот кусочек хлеба он съел и у него отсекла губа и на этом все то есть он перестал есть мы испугались там выпили антигистамина препарат но у нас больше нету дальше прогрессии по этому состоянию то есть нету ребенка рвоты ему не стало тяжело дышать он не начал становиться вялым то с него не падает давление в целом это рассматривается как просто пищевая аллергия или например контактная пищевая аллергия когда там мама например там почистила рыбу плохо помыла руки вытерла полотенцем ребенок этим полотенцем вытер лицо и у него появилась крапивница на лице вот это как контактная и тогда вот вы лицо помыли все жалоб нету но это реакции исключительно на рыбу и когда ребенок растет вот это вот пищевая аллергена начинает приобретать более агрессивные варианты ну если это истинная она не всегда формирует толерантность то есть нас возрастом не всегда может проходить хотя если она реализуется в раннем возрасте туда ближе к трем к шести годам она высокий процент того что она пройдет поэтому когда у пациента высокие какие-то показатели по анализам или действительно тяжелой реакции это маленький ребенок это не говорит о том что все все плохо теперь это будет пожизненно нужно сдавать анализы нужно контролировать эти показатели но при этом строго исключать продукт питания потому что если она будет прогрессировать дальше ребенку не нужно есть продукт питания то есть он пошел детский сад например детском садике дают рыбную котлету это запах на весь детский садик и ребенку в своей там грубо говоря группе станет плохо то есть он начнет кашлять у него закладывает нос ему становится тяжело дышать или высыпания появляются или если например там забыли что у него аллергия ему там с картофельным пюре положили рыбную котлету потом а у него же аллергия вспомнили убрали эту котлету но она же с картошкой рядом лежала ребенок съедает эту картошку и него будет реализоваться остро аллергическая реакция поэтому пищевая аллергия там просто нужно исключить продукт питания но не только употребление иногда и контакт поэтому когда мы сдаем анализы на пищевую аллергию мы определяем так хорошо что мы не едим мы не едим конкретный продукт питания вот смотрите у нас аллергия на рыбу вот она у нас развилась на хек значит мы не едим только хек или какие-то определенные сорта рыбы или нам нельзя есть все сорта рыбы плюс еще там морепродукты например и сколько мы не будем есть там год-два или всю жизнь вот это для этого доктору к доктору приходят пациенты как понять вообще на какие продукты есть аллергия у ребенка ну это будет острая реакция то есть если у ребенка пищевая аллергия поверьте родители изначально приходят и говорят смотрите вот у нас там папа съел орех поцеловал ребенка и у ребенка оттекла щека так мы и так понимаем что на орех теперь будем выяснять орехи входят в разные группы поэтому мы тогда либо не едим просто орехи просто орех нам нельзя и нам например что нельзя только арахис или просто орехиquet реально справиться очень большой резина нужно сдавать анализы поэтому не нужно сдавать анализ до прихода к аллергологу сто процентов потому что как вариант вам все это нужно будет сдавать заново на других тест системах другими методами поэтому если у ребенка тяжелые какие-то проявления он будет сдавать аллергопаспорт если у ребенка там мы точно знаем что например была реакция на смесь ну соответственно мы будем сдавать только на определенные группы нам не очень большое обследование мы можем сдать только там на пару показателей вот поэтому атопический дерматит это генетически детерминированное заболевание она течет по определенной морфологии с клиническими проявлениями и там не обязательно сдавать анализы это такой клинический диагноз мы можем сдать анализ для уточнения точно может быть это что-то с инфицированием может быть какой-то вид дерматита а пищевую аллергию ну ее невозможно спутать с какой-то другой патологии хорошо это вот первая наверно такая проблема пищевая но вторая это аллергический ринит и конъюнктивит и вот сейчас весна это полиноза в основном да сейчас мы называем это просто аллергический ринит конъюнктивит неградируем это полиноз или круглогодичный аллергический ринит но в целом это аллергическая реакция на цветение. Она может проявляться и в виде риноконъюнктивального синдрома, когда у человека беспокоят чихание, заложенность носа, слезотечения, зуд носа, глаз, зуд во рту у ребёнка иногда бывает беспокоит. До более тяжёлых уже проявлений. То есть он тоже может проявляться в виде какого-то кашля, сухого, затяжного, либо приступного. То есть клинически дебютировать поленос может не с лёгкой формы, что там глазки чешутся, носик чихает, а сразу с бронхоабструктивного синдрома. Это обычно происходит, когда ребёнок иммунологически после какого-то спада, то есть, например, он переболел какой-то тяжёлой инфекцией, и так получилось, что всё одновременно запылило, очень много аллергенов в воздухе, у него может реализация быть сразу с тяжёлых жалоб. То есть сразу с бронхоабструкцией или с крапивницы. То есть вот он там выписался с больницы, через неделю стоит на остановке, тепло, подул ветер, он всё это вдохнул, и ему становится тяжело дышать, он начинает кашлять, все пугаются. Поэтому, ну вот как бы вторая патология, это вот атопический дерматит, это с чем чаще приходит. И вот уже по факту какие-то острые реакции, там крапивницы, там отёк глаза, отёк губы, то есть он может съесть какой-то перекрёстный продукт питания, то есть, например, у него развилась аллергия на берёзу, он начал чихать. И родители думают, ну он чихает, ну может заболел какой-то вирусной инфекцией. Потом он съедает яблоко, которое вот ел там все пять лет своей жизни, всё было чудесно. А тут съедает сырое яблоко, у него текает губа, язык. Все тоже, естественно, пугаются, такие, аллергия на яблоко. Вдруг случилось у ребёнка в 6 лет. Это перекрёстная аллергия. Она чаще всего вызывает местную реакцию, то есть называется орально-аллергический синдром. Собственно говоря, по названию понятно. Орально-аллергический синдром. Это будет что-то местное. Зуд во рту, немножко язык может отекать. Но это и самостоятельно пройдёт. Нужно помыть лицо, выпить стакан воды и посмотреть, ну вот, окей, что дальше? Хуже становится моему ребёнку или нет? Поэтому, конечно, если мы где-то там в городе, и с нами это первый раз в жизни случилось, ничего сильно страшного не будет, если ребёнок не выпьет там условно в первые 10 минут от появления клинических жалоб антигистаминный препарат. Но если, конечно, отёк нарастает и ухудшается общее состояние ребёнка, то есть вот, например, у него отекла губа, и его вырвало, например, или он стал очень слабым. Да, пациенты, которые не были ни вообще у аллерголога, они вообще первый раз в жизни столкнулись с этой патологией, да, они могут быстренько съездить в аптеку, или если дома у них есть антигистаминный препарат. Но если всё-таки местная реакция, именно местная реакция, наверное, со скорой прям уже супер торопиться не нужно. Что если скорая будет ездить на каждый отёк губы, то, наверное, они вообще никому больше доезжать не будут. Это очень частая патология. Через какое время должна пройти эта реакция? Ну, 10-15 минут максимум, и она будет проходить. То есть она... За этот период времени мы смотрим динамику, хуже становится человеку или нет. И мы видим, так, у нас отекла губа, ему чешется во рту. Мы попили водички, помыли лицо, ждём там, ну, вот 5-10 минут. Если отёк не нарастает, вот мы можем выпить антигистаминный препарат. То есть, грубо говоря, за 10 минут у него ни лучше, ни хуже не стало. Тогда мы выпьем антигистаминный препарат и будем смотреть, как дальше. Если у ребёнка нарастает, мы пьём антигистаминный препарат, можем пить в двойной дозировке, чтобы ему, ну, быстрее помочь. И да, тогда вызываем скорую, конечно. Потому что, возможно, ничего тоже страшного не будет, но лучше в этом плане, если мы видим, что без динамики либо с нарастанием жалоб, лучше выпить антигистаминный препарат и вызвать скорую. Очень тревожные родители накручивают даже там, где не надо. Поэтому, если тревожная мать, лучше пускай она вызовет скорую сразу, в первую минуту, как у ребёнка что-то развилось, чем потом, ну, где-то что-то не доделает по оказанию помощи. Но ещё раз, для этого вот они должны обратиться либо к педиатру изначально, то есть, ну, понимаете, нет такого, что только аллерголог лечит какие-то острые реакции. Это лечит абсолютно любой доктор. Поэтому, когда вы уже приходите к аллергологу, к такой узкой специальности, это когда нужно разобраться, будет у нас это повторяться. Или, например, у меня какой-то анамнез отягощённый, у папы у нашего тоже поленос, и вот у ребёнка первый раз в жизни это развилось, тогда, конечно, нужно разбираться, не нужно думать о том, что, ну, раз это первая реакция, она у нас, ну, прошла и прошла, и всё. Они могут повторяться, и вот это уже как бы, ну, несёт опасность какую-то. А так обратиться нужно к педиатру, педиатр немножко, и, может быть, и успокоит, и какую-то минимальную, минимальную рекомендацию, даже, может, и максимальную, понимаете, даст, что нужно делать. Так, смотрите, у вас должно быть вот такой препарат, там, такой-то спрей для носа. И если вот это с вами случается, тогда вот это принимаете в такой-то дозировке. Потому что пока вы там условно попадёте к аллергологу, это же может пройти время, это же не всегда получается. Так, что у меня сегодня развилось, и сегодня вечером попало к доктору. Поэтому самое главное, наверное, у всех родителей, вообще с любой патологией, тем более, если что-то, ну, такое острое с пациентом случается, не нужно паниковать, потому что ребёнок видит панику родителей, и у него это тоже подхватывается. И, грубо говоря, даже если ему там не тяжело дышать, ему, как вариант, будет психосоматически тяжело дышать, и тут уже вопрос, ему реально плохо дышать, или у него психосоматика развилась. Поэтому спокойствие, только спокойствие, вообще все спокойны. А вот аллергия на солнышко? Ну, аллергия на солнце, это не совсем аллергия, это называется аллергоидный такой механизм, точно так же, как и холодовая какая-то аллергия, да, ну, то же самое, холодовая аллергия или солнечная там аллергия, она же может проявляться в виде крапивницы, и тогда, да, это такое вот прям заболевание, а бывает в виде дерматитов, то есть тот же холодовой дерматит любой доктор полечит, солнечный дерматит то же самое, а вот если проявление в виде крапивницы, в виде отеков, очень глубокие повреждения кожи, там, минимальное солнце, сразу ожог, да, надо обращаться к доктору, но это не частая патология, на самом деле, холодовые дерматиты чаще, но именно дерматиты, а вот холодовая крапивница, ну, это вот прям, ну, это редко, редко, на самом деле, от общей массы это редко, то есть доктор-аллерголог в основном работает с пациентами, которые нуждаются в постоянном контроле, это пациенты с астмой, это пациенты вот с этими аллергическими ринитами, конъюнктивитами, если у них, например, поленос или круглогодичный аллергический ринит, на бытовую сенсибилизацию, на плесневую, потому что им нужно разбираться, нужно ли им проводить какую-то аллергеноспецифическую умнотерапию. Пациенты тоже иногда приходят и говорят, что вот мы слышали, что есть такая терапия, там можно поводить аллерген, и у нас пройдет аллергия, да? Типа прививки от аллергии. Акцина такая, да, аллергия. Она действительно, кстати, вот. Да, ну, да. Она существует, конечно. А работает ли она? Вот это уже вопрос, потому что пациенты считают, что эта терапия помогает от любой аллергии раз. И если у моего соседа там аллергия на пыльцу, и у меня аллергия на пыльцу, он лечится, и у него стало все хорошо, совсем не факт, что конкретно нашему ребенку станет хорошо. Эта терапия не всем помогает, она не всем вообще показана. Для того, чтобы на эту терапию, ну, условно пойти, нужно полное, да, обследование, чтобы... И нужно подбирать аллерген. Но тут тоже нету такого, что, о, это классный препарат, он всем помогает, мне тоже поможет. Аллергены, это... Если прям уже очень глубоко, то есть мы не совсем смотрим, как бы, на какой у меня аллерген реакция, мы смотрим на молекулярную клетку. И если, например, у ребенка... Например, аллергия на березу, и она у меня за счет главных мажорных клеток, там, это пиар-10 клеток для деревьев называются, пиар-10 клетка, то да, пациенту можно полечить эту патологию. А если у него пыльцевая аллергия за счет профилина или из-за флавана редуктазы, какие бы тяжелые проявления у пациента не были, не получится, не будет никакого эффекта. Это в лучшем случае не будет эффекта. В худшем случае ему станет еще хуже. Поэтому были пациенты... Вот как раньше было. Вот приходит пациент, мы ему поставили аллергопробы. О, у вас аллергия на березу. И он жалуется. Да, у меня есть там чихание, заложенность носа в весенний период времени. Мы такие, сейчас мы вам назначим классный препарат. Вот вы будете приезжать там на уколы или на капельки. И пациент приезжает год, первый год говорит, ну, честно, не было никакой динамики, у меня как бы лежало бы таки остались. Мы говорим, не волнуемся, спокойствие. У каждого работает по-своему. Это все-таки иммунный фон, лечим терапия. У кого-то более длительный период. Лечим второй год. На второй год приходит, говорит, слушайте, реально стало гораздо хуже до вашей терапии, чем было вообще изначально. Верните то, что было. А разве врач не должен прекратить, если не видеть никакого прогресса? Нет, еще раз, все меняется, поэтому подходы были такие, что если первый год нет положительной динамики у пациента, это не говорит о том, что ему терапия не подходит. Поэтому, к счастью, мы живем в мире, где все меняется. Больше диагностических тестов. Ну, в принципе, база диагностическая и лабораторная больше становится. И теперь иногда понятно, почему кому-то помогало, кому-то не помогало. Поэтому, еще раз, для того, чтобы пойти на такую достаточно серьезную терапию, она же длится длительно. То есть от 3 до 5 лет минимум. И если раньше мы говорили, что четко, там, ну, например, раз в жизни эта терапия проводится, то это зависит от иммунных клеток, от блокирующих клеток. И кому-то действительно эта терапия нужна, там, через, там, 15-20 лет еще раз. Но когда люди, понимаете, страдают патологией, она у них прогрессирует. Они говорят, я не буду лечиться, потому что, ну, вот как бы, я не хочу, чтобы в организм что-то попадало. Так тоже неправильно, оно будет прогрессировать. Поэтому для этого надо сходить к доктору, сдать анализы специфические, которые покажут, за счет чего у меня аллерген на эту березу несчастную. Могу я сейчас начать, или мне можно, там, через 2-3 года ее начать, и все-таки хорошо. Вот мы начали, например, лечиться каким-то аллергеном. Аллерген – это тоже лекарство. И, ну, нету какого-то золотого стандарта. Мы можем лечиться, действительно, очень хорошими лекарствами, очень хорошим аллергеном. Отзывы, там, прям по 100 баллов, а конкретно моему ребенку он не работает. Поэтому, когда пациенту проводится терапия, мы делаем контрольные анализы на эффективность осид. И вот смотрим. Так, хорошо, смотрите. У нас по клинике мы видим, что ребенку хорошо стало. Мы рады, что вам клинически стало лучше. Но по клеточкам показывают, что недостаточно. Недостаточно. Надо нагружать дозу аллергена. Или, например, условно, не нужно исключать психосоматику. Пациент может принимать, условно, плацебо и говорить, мне лучше стало. А по клеткам вообще там ноль эффективность. Это психосоматика. Ну, как бы, тут, если психосоматика, можно просто поменять на плацебо, и пускай получает, ему же хорошо. Вот. Но в идеале нужно, то есть, нужна смена препарата. И вот тоже нужно пациентам, как бы, готовиться к тому, что нету золотого стандарта. Аллергены разные. И они могут быть действительно хорошие, но не помогать. Их нужно тогда менять. То есть, если нет эффективности, надо поменять на другой препарат, может быть, другое введение, либо дозу изначально подкорректировать. Поэтому, если мы видим плохие анализы, мы корректируем дозу. Если на коррекцию дозы все равно отрицательные показатели, нужно менять аллерген. Вот. Поэтому аллергеноспецифическая иммунотерапия, да, если упростить, то это действительно условно околовакцинная такая история. Но она, конечно, не всем помогает. Конечно, и не всем пациентам. Или, знаете, пациенты говорят, что мы вот лечились, нам ничего не помогло. Наверное, что-то они делали не то. Наверное, они делали в то время, когда эти анализы или доступность в медицине была другая. Еще раз, все это меняется. Невозможно лечить одно и то же заболевание. Ну, понимаете, по шаблону, там, десятилетиями. Ну, это неправильно. То есть, если, например, мой ребенок лечился там условно у доктора, у которого лечилась там еще я, и он назначает те же препараты, ну, наверное, нужно пересмотреть как бы, ну, доктора. Ну, у каждого еще врача свой подход? Всегда. И как найти своего? Потому что пойдешь сначала к одному, не помогает, другая же врача, а другого. Должно быть какой-то комплайнс с доктором. То есть, если пациенту очень дискомфортно, он не слышит, что говорит доктор, или он это воспринимает очень, ну, понимаете, очень эмоционально агрессивно. То есть, ты пытаешься ему сказать, послушай, у тебя нету аллергии, у тебя, например, атопия. А он говорит, нет, у меня аллергия. Наверное, ему нужно сходить к тому доктору, которому он будет доверять. То есть, он придет к другому доктору, который скажет ему то же самое. 60% процентов вот пациентов, которые приходят к доктору, начинают свою фразу из, ну, уже были у трех-пяти аллергологов, значит, вот мы хотим услышать еще ваше мнение. Ну, понимаете, ну, я еще могу понять, когда там какие-то истории такие с редкими заболеваниями, там, возможно, в начале оно проявлялось как-то в одной клинике, потом, когда они сходили к другому доктору, клиника поменялась, и доктор говорит, нет, это не вот это, это не первое. Потом все поменялось, они попытались полечиться, немножко трансформация произошла, клинические жалобы, они к третьему приходят, на третьем говорит, да господи, что-то я извиняюсь, там вам назначили какую-то ерунду, все убираем, а у пациентов сознание, так, ага, а я же ходил по отзывам, это же хороший доктор, а он мне назначил вот это, а этот был еще лучше, а он назначил мне вообще какой-то ужас, и наконец-то, вот он, светлая голова, наконец-то назначил лечение, то есть, да, бывают такие ситуации, но надо, чтобы был комплаенс, понимаете, надо доверять доктору, если пациент не доверяет доктору, какой бы доктор супер классный не был, если он, вообще, понимаете, вот отключается и даже не слышит, что ты ему рассказываешь, все, нужно заканчивать, заканчивать вообще консультацию, ну и честно говорить, вы знаете, вот прям от себя все сделал, все, я все вам рассказала, но, наверное, вам лучше к другому доктору обращаться, потому что, ну, понимаете, а есть пациенты, которые говорят, вы нам ничем не помогли, вы нам ничего нового не сказали, но странно было бы, если бы по одному и тому же заболеванию доктор говорил разные вещи, вот это первая ситуация, когда говорит, разные вещи, наверное, у вас какой-то такой, ну, клинический как-то так проявляется заболевание, поэтому, понимаете, медицина, это не математика, хотя было бы классно, вывел формулу, и она стандартная, для любого пациента подойдет, вот, поэтому выбрать своего доктора нужно исключительно не по каким-то регалиям, или там он молодой, или он пожилой, у него, значит, опыта больше, или так, тут там звездочек больше, тут звездочек меньше, вот, наверное, в этом проблема, понимаете, или пациент приходит и говорит, нам вас там посоветовали, или нам вот посоветовали вот этого доктора, а он нам ничем не помог, но нужно иметь свою голову на плечах, и изначально, когда ты приходишь к доктору, сделать свой собственный вывод, помогает это лечение, или, например, я прислушиваюсь, вот для меня эта тема близкая или нет, и если, ну вот сходил, так, попробую полечиться, помогает, ну, наверное, какой-то пласт доверия у пациента уже будет, тогда, да, класс, супер, можете приходить к тому же доктору, ну или, знаете, бывает так, а если нам не поможет, что нам делать, но если ты доверяешь доктору, ты придешь и честно скажешь, мы у вас уже были, нам ничего не помогло, но, понимаете, когда это приходит и с позитивом, говорят, что, вы знаете, ничего не помогло, вообще все плохо, как были жалобы, таки остались, но это не в такой обвинительной форме, что вот, вы к нам пришли, мы к вам пришли, мы заплатили вам деньги, или мы там целые, там, полгода ждали к вам консультацию, а нам ничего не помогло, так нельзя, ну, как бы, нужно выстраивать какие-то человеческие отношения, поэтому, если не помогает, то два варианта, если ты доверяешь этому доктору, ты придешь к нему же и честно, объективно скажешь, вот я действительно делал вот это, вот это честно не делал, чтобы доктор понимал, что почему не работает схема, что пациент может, там, грубо говоря, из трех назначенных препаратов купить, например, другой аналоговый, а сказать, что я делал все, конечно, эффекта терапии не будет, поэтому, если будут доверительные отношения, тогда будет эффект и у пациента, и доктор будет понимать, так, хорошо, вот этому ребенку не идет вот эта схема, давайте мы вам подкорректируем, поменяем, потому что схем очень много, курсов и препаратов тоже много, то есть нет такого, что, так, ну все, поленос лечится вот этими препаратами, поэтому у вас укладка должна быть стандартная, кому-то препарат очень хорошо помогает, у кого-то вообще ноль эффекта и даже побочные проявляются, поэтому, ну вот, если, например, мы принимаем какой-то препарат и не видим динамики на нем, а там написано, там, условно антигистаминный препарат, сходите к доктору, он поменяет в зависимости от того, какой у вас вес, какой у вас рост, какой у вас анамнез, что больше превалирует по жалобам, там, зуд, например, да, или там, ну зуд нос или зуд глаз, ну вот, если так прям совсем уже утрировано. То есть добросовестно должен работать и пациент, и брать? Конечно, и доктор. Ну, а вас это вообще задевает, когда вот приходит, так вот, начинает наезжать, или вы чувствуете ответственность определенную, когда именно вот говорят, приходят, нам у вас посоветовали? Это плохое начало, честно, это изначально плохое начало, потому что, когда даже в каком-то человеческом аспекте, это плохо, потому что, когда человек приходит и говорит, что это плохой доктор, а ты его знаешь лично, это очень хороший доктор, это очень хороший человек, и там профессионал, например, в своем деле, но, возможно, вам не помогла схема. Поэтому, ну, чисто по-человечески, это не очень приятно, но это, ну, это, я думаю, что в любой сфере так, но вот, когда говорят фразу, нам вас посоветовали, или там, вы там последняя надежда, так нельзя настраиваться, потому что, да, вы перекладываете ответственность на доктора, вы его даже не знаете, возможно, у вас не то, что, вот, комплайнса не будет, там вообще ад будет, то есть, доктор на одну тему, пациент свое, и он говорит, я вообще сходил, вообще зря заплатил деньги, поэтому, нужно прийти, пообщаться с доктором, и если, вот прям, да, прям вот мое, продолжать с ним, наверное, работать. Самый, наверное, лучший вариант, когда вы вместе работаете, то есть, например, приходят пациенты, говорят, слушайте, вот мы там, вот это вот прочитали, мы вам доверяем, вообще, конечно, спасибо, там все дела, но вот мы прочитали, а это правда, вот это, как бы, ну, подходит под наши заболевания, возможно, там, как бы, ну, вы поймите, консультация может быть и час, и этого недостаточно, мир крутится исключительно вокруг них, они не совсем понимают, что мир крутится, как бы, возле каждого из нас, поэтому, ну, да, бывает так, что придет один тяжелый пациент, и ты просто эмоционально истощишься на нем максимально, ты уже сам переживаешь, все время прокручиваешь в голове, все ли я сделал правильно, все ли я рассказал, так, а вот это не рассказал, например, а следующий пациент уже нервничает, что я записан там, например, на время, а мое время уже истекло, а мне вот тоже надо куда-то спешить, то есть нужно тоже немножко обходить в положение, что, возможно, перед тобой очень тяжелый ребенок, и он требует не то, что полчаса, там и двух часов не хватает, поэтому все-таки тоже, когда пациент записывается, и вот если он понимает, вот доктор ему говорит, смотрите, давайте будем записываться, например, на какое-то последнее время, потому что мне с вами надо дольше поговорить, возможно, вы очень быстро все уловите, но и вы не задержите прием, и доктор, ну, немножко будет расслаблен, не будет переживать, что так, у меня там пациенты уже нервничают, они скандалят, ты хочешь по максимуму вложить в пациента, чтобы он понял, но у всех у нас, понимаете, если нам говорят какие-то тяжелые вещи, мы немножко в этом замыкаемся, и думаем, так, так, все плохо, и уже все, что остальное говорит доктор, что там еще хуже, он уже это не слышит, и все там, у меня аллергия на рыбу, господи, все, теперь мне нельзя есть рыбу, а то, что там у ребенка астма сформировалась уже за это время, он уже это не услышал, вот, поэтому нужно подбирать все-таки по человеческому фактору, и прислушиваться к мнениям, или не ходить там, понимаете, я ходил к трем-пяти докторам, ничего из этого не делал, хочу услышать еще десятое мнение, лечи ребенка, ну, вот, ну, как бы, вот тебе назначили, если ты, ну, хоть там у третьего доктора, там, хоть немножко ему доверяешь, ну, сделай то, что тебе, от тебя требуется. Мне кажется, есть уже вопрос такой назрел, что больше всего бесит аллерголога? ну, у каждого у нас своя нервная система, кого-то вообще никак не трогает, ну, вот, например, я очень переживаю, я очень волнуюсь, если прием задерживается, я очень такой тревожный человек, поэтому я переживаю из-за пациента, который сидит, чтобы я не забыла ему все сказать, ну, и параллельно думаю вот то, что тот пациент будет думать там, а он там может на работу опаздывает, и так далее, и так далее, поэтому не нужно думать о том, что доктор не переживает, а кто-то больше спокойно относится, ну, наверное, прям вот бесит, вот прям, наверное, нету таких, каких-то четких, вот, что меня бесит, наверное, ничего. А может, какой-то вопрос есть такой частый, но такой глупый? не часто, это вот у меня аллергия, а там атопия, и нет, нет, надо что-то сдать, надо какой-то, там, ну, вот что-то какое-то пищевое, найти вот это, больше всего, понимаете, беспокоит именно то, что тебя не слышат, не понимают суть проблемы, очень много пациентов, которые, вот, понимаете, в каком-то таком средневековье живут, что, о, мне назначили гормон, вы представляете, он такой маленький, нужно понимать, что это не такие гормоны, которые мы назначаем, то есть, если пациенту назначится какой-то тяжелый препарат, доктор всегда это укажет, что смотрите, пожалуйста, не превышаем дозировку, контроль делаем, и если вдруг у вас разовьются какие-то жалобы, конечно, там, звоните, пишите, сообщайте доктору, но когда ты назначаешь просто какую-то базисную схему, препараты, которыми пользуются во всех странах мира, имеют доказательную базу, там, просто, ну, огромную, и пациент говорит, мне назначили какое-то просто, ну, непрофессиональное лечение, вот это просто, наверное, и ты больше времени тратишь на то, что нет, вам действительно нужен этот препарат, и то, что вам предыдущие доктора сказали, они были правы, то есть, да, конечно, поэтому нет, ну, каждый свой человек, кому-то, может быть, возможно, кому-то и бесит что-то, у меня, наверное, такого нету, просто, иногда ты устаешь рассказывать одно и то же, то есть, конечно, тяжело бывает, когда весь прием состоит из дерматита, и ты, условно, приблизительно рассказываешь одно и то же, понятно, что нету такого, что каждому пациенту ты, ты похожее назначаешь, похожие препараты, ну, потому что это такое заболевание, не в похожих препаратах, но все равно препараты, разные схемы, разные, их очень много, но когда ты приблизительно одно и то же рассказываешь, конечно, это очень истощает, или когда приходят очень тяжелые пациенты, очень хорошие родители, очень контактные, все понимают, но ты пытаешься максимально смягчить тяжесть, вот этот груз не перекладывается на них, поэтому ты пытаешься морально как-то смягчиться, объяснить, что так, давайте не будем паниковать, мы так фазово с вами действуем, проверяем, посмотрим, возможно, все это поменяется, возможно, к сожалению, нет, но не надо отчаивиться, поэтому, ну вот, психологически тяжело с тяжелыми пациентами, тяжело с ними работать, какие бы они хорошие не были, но ты переживаешь за них, иногда даже звонишь, там, у вас все хорошо, все супер, поэтому доктор, наверное, убивает, истощает именно эмоциональная разгрузка, то есть, когда пациент говорит, ну, у вас же сидячая работа, что вы сидите, вы же на компьютере печатаете, там, у вас там тепло, вы вот в белом халатике сидите, ну, то есть ты думаешь, ну, прикольно, можно просто купить белые халаты и посидеть в кабинете, ты все равно эмоционально выкладываешься, иногда ты просто уже как тряпочка выхолодишь из работы, ну, и все, твоя жизнь остановилась на этом пациенте, и ты неделями переживаешь за него. Не могу обойти тему ковида все-таки, говорят, что он больше обостряет аллергии у детей, как это влияет, это правда или нефть, это вообще не доказано? Ну, как бы, пока нету такой прям супер доказательной базы, что четко, да, четко нет. Мы вообще очень переживали за своих пациентов-осматиков, когда только появился ковид, что все вообще, не дай бог, он заболеет, что мы вообще будем делать, как мы будем его спасать. И как ни странно, наши дети с астмой, слава богу, перенесли гораздо легче просто обычных пациентов, которые вообще не имеют каких-то хронических заболеваний, но нашим пациентам помогла именно противовоспалительная терапия. То есть вот, если это сейчас какие-то только вот, только-только наработки, что вот, смотрите, что противовоспалительные какие-то антилекатриеновые препараты помогают уменьшить поражение там легкого. Наши пациенты эти препараты получают как базис, поэтому, если он заболел, так он принимает противовоспалительный препарат, поэтому, как ни странно, поражение будет гораздо меньше, чем пациент, который вообще здоровый, суперспортсмен, но у него нету вот какой-то такой противовоспалительной терапии, конечно, он может быть и тяжелее болел, но влияет, наверное, в плане, как триггер агрессивный, то есть, если, например, пациент был в ремиссии по своему заболеванию, неважно, какому там, по атопическому дерматиту, по астме, он, да, переболеет, и, возможно, у него пойдет обострение, и обострение там затяжное, то есть, не то, что я там переболела, через месяц мне стало хорошо, это будет обострение и на полгода, и на год, поэтому мы там, условно, по астме не получали уже пять лет базисную терапию, у нас было исключительно симптоматическое, мы переболели ковидом, вышли в обострение, назначили базис там на три месяца, на препаратах хорошо, без препаратов ребенок не может, то есть, как бы, ну вот, а он до этого пять лет не получал препарат постоянно, да, иммунный фон, конечно, страдает, а поскольку наши заболевания, они непосредственно с этим связаны, поэтому, да, обостряет, но я не могу сказать, что это так ярко выражено, просто пациентов становится больше, потому что наши заболевания, ну, в априори, они генетически опосредованы, то есть, основная масса именно аллергозаболеваний, вот если прям про аллергозаболевания мы говорим, то это генетически детерминированное просто наличие гена не говорит о том что я должен его обязательно реализовать некоторые гены должны реализоваться какие-то нет поэтому человек может жить вот там до определенного возраста и думать я не аллергик ну вот сын аллергик там уж аллергик а я нет хотя мать у меня там что-то немножко чихает и потом человек переболел к видом и вроде вот все мы одна семья теперь мы все верт у меня еще такой вопрос вот понятное дело что каждый случай индивидуален но вот именно про детей проявление аллергии есть какой-то самый опасный возраст чаще приходят пациенты наверное до 6 лет чаще всего но опять же таки с какой патологии с разной патологии в разном возрасте приходят основной там до 6 до 10 лет потом это уже более реже вот отсюда и тяжело с маленькими детьми с ними тяжелее их надо посмотреть их надо там развлечь немножко теряется время на это но да основная проблема это вот дети такого возраста не могу сказать что это связано именно прямо с возрастной категории это больше связано именно с особенностью иммунитета в этом возрасте то есть меняется он конечно они там более подвержены каким-то вирусным заболеваниям а это основной триггер наш поэтому когда ребенок растет у него меньше восприимчивость к вирусным инфекциям он реже болеет триггера меньше клинических проявлений тоже будет меньше вот опять же таки он начинает стимулироваться половыми гормонами ну эндокринная система меняется поэтому это больше как стабилизация идет поэтому дети раннего возраста наверно так вот до трех лет это наверно основной пласт и на втором месте вот от 3 до 6 до 7 вот так вот вот если поговорить еще раз статьи родителей у мамы аллергия у папы аллергия у ребенка нет но родители например тревожные надо как-то предупредить предусмотрение ну к сожалению наверное нету таких вот понимаете в зависимости конечно того что у родителей если у родителей какие-то острые реакции да там ангионевротические отеки в анамнезе или астма да опять же таки можно сдать какие-то какой-то генпаспорт и посмотреть хорошо а у моего ребенка или например родился ребенок у него тоже есть какое-то заболевание и родился 2 а у 2 что тоже должно быть обязательно ну вот как бы мы можем процентное соотношение сказать что если например у одного из родителей есть какое-то аллергозаболевание и рождается наш ребенок ну у него там в районе 50 процентов вероятность того что у него будет какое-то заболевание если двое родители страдают это более высокий процент то есть там 70 80 и выше может быть но 2 3 ребенок не обязан нести эту кодировку то есть он может иметь ген он не реализовался бывает так что пациенты например у нас тяжелый ребенок и рождается 2 они очень тревожные думают что так и с этим теперь тоже самое будет совершенно не обязательно то есть ну как бы это же процентное соотношение бывают такие кстати для пациента приходит когда говорят что я очень тяжелый аллергик папа тоже конечно там под косячу его тут родился ребенок мы вообще очень боимся мы боимся что-то вводить там какие-то продукты питания или вот у ребенка у моего была серьезная аллергия в таком возрасте и вот я боюсь ребенка этим кормить я могу кормить или нет то же самое ну это не говорит о том что у второго ребенка или изначально у ребенка будет ну да можно сдать анализы посмотреть можно посмотреть по генпаспорту ну вообще прямо уже так понимаете паниковать что прям точно еще раз тревожность все равно ну на пыльницу куда-то ночную доставить ребенка в покое если там нету каких-то показаний экстренных или вообще действительно и вообще на ребенок клинический здоров лучше тревожным родителям сделать полное обследование понять что нету у тебя у тебя все хорошо хотя честно говоря многие обижаются что не сдают очень дорогостоящие анализы у них там все по нулям приходит и горит так ну что зря вообще заплатили дети здоров получается вы легкое разочарование да и такой вроде бы как бы хорошая новость но как бы мог бы хоть что-нибудь там себе проявить хоть бы немножечко там немножко хотя бы пищевой чтобы нам было ну как то так не зря же сдавали можно постоянно заглушать симптомы аллергии таблетками наверное большая часть пациента таким делает они считают что если не пьют какие-то антигистаминные препараты им становятся лучше ну так класс мы их теперь всегда будем пить при этом они пациенты не всегда понимают что так препараты меняются например если раньше мы считали там условно что вот этот препарат классный назначается проходит время много исследований идет и такие вот смотрите оказывается препарат вызывает вот такое побочное да ну может быть не очень часто но вероятность то есть и поэтому если какой-то определенный процент вот какого-то побочных препарат снимается человека этого не знает и он продолжает его принимать при этом потом у него формируются побочные по факту он приходит уже к другому доктору говорит почему у меня какие-то проблемы а он там извините три-четыре года пила там антигистаминные препараты там первого поколения больших дозировках либо длительно то есть как-то или беспрерывно вообще то есть из пациента которые говорят что ну у нас там как бы вот мама пьет каждый день каждый день на протяжении там трех лет поэтому еще раз нужно приходить в доктору хотелось бы получать нам всем хотелось бы получать такую полную информацию это не всегда получается на приеме это не всегда получается еще раз на зависит и доктор в том числе насколько он выкладывается в свою работу поэтому если у пациента остались вопросы и он не очень так сходите к другому доктору задайте тот же вопрос может быть он вам более ну развернуто расскажет вам будет более понятно вот может каким-то простым текстом скажет что ну или там на примерах расскажет но не нужно заниматься там прям супер самодеятельностью что если вот там у моей соседки вот это и ее ребенку помогает вот это значит мы ему тоже это поможет возможно ты сделаешь хуже своему ребенку чем было до того как ты начала принимать эти препараты в жизни любого родителя наступает день когда его ребенок говорит хочу собаку хочу кого-нибудь пожалуйста давайте кого-нибудь заведем что делать в этой ситуации если например ребенок аллергик или родители не знают еще и ну тоже понимаете нет такого анализа ну прямо вот прямо стопроцентного что сейчас мы сдадим и заведем животное у нас не разобьется другие да или мы заведем там гипоаллергенную собаку лысого кота нету гипоаллергенных животных чтобы вам не рассказывали это знаете как фармка индустрия она вообще не направлена на то чтобы пациент выздоравливал в при ну как бы большинство препаратов которые как бады там или как витамины вот поэтому за животными то же самое чтобы вам там заводчик не рассказывал что наш котик гипоаллергенный и он вообще вообще вот его прям крайне прикладывая и сразу заживет аллергенная у животных слюна самый основной аллерген их потом идет эпидермис то есть перхоть до эпидермис верхнем повреждение кожи экскременты и потом уже там шерсть волосы и так далее ну то есть как бы но понимаете условно бедная черепашка она тоже аллергенны и неважно что там бедная в панцирь прячется слюна лезть за что уже да ну слюна же есть у человека поэтому если пациент хочет завести домашнее животное и изначально пациент страдает какой-то например аллергопатологии да вы можете завести животное пожить с ним может быть и два и три года прекрасно с ним общаясь никаких жалоб не иметь а потом после какого-то триггера то есть там у ребенка например стресс или он переболел какой-то инфекции или ну вот какое-то лекарство было и она его активировала он может дать реакцию и вот наверное это самый тяжелый вариант когда приходит и лет у нас вот уже 10 лет живет собака мы вообще это для нас член семьи а теперь у моего ребенка реакция тут конечно понимаете но еще раз любовь и здравый смысл они как бы понимаете победит все равно любовь поэтому ну тут нужно подходить так доктор тоже в идеале не должен жестко говорить так все убирайте животное вот вам не помогает потому что вы животное не убрали нужно еще раз до обследоваться точно ли животное вызывает и если да то тогда выбираем хорошо если прям совсем реально плохо действительно нужно убирать контакт ну хотя бы ограничивать но в идеале убирать если там заложена прогрессия по этому заболеванию то есть если например у нас реализация была в виде там аллергического ринита контакт на аллергического дерматита то есть лизнула собака там щека отекла например и у ребенка чихание появилось но заложено что это будет расти до осматического компонента туда продолжая жить с этой собакой ребенок начнет чаще болеть потом начнут появляться какие-то ларингиты обструкции затяжные кашли и в итоге вроде бы мы и собачку пожалели но а ребенка кто будет теперь жалеть у которого астма через три года сформируется но если там нету прогрессии по гену и мы говорим так не надо волноваться не надо этому котику или собачки собирать чемодан и выгонять его куда-то не нужно давайте с вами сделаем так вот мы полечимся и можно полечиться аллергенами то есть можно например если там ну нет такой клинической агрессии у ребенка то можно оставить и домашнее животное при этом получать аллерген этого домашнего животное как будто вот ну понимаете привыкать к нему часто кстати говоря бывает когда например у в семье живет кошка ну там или собака ну вроде бы было все неплохо потом они отдали котика например бабушки и через какое-то время приезжают к своему же котику к бабушке и тогда начинают давать жалобы то есть вот они жили два года с котом жалоб не было кот уехал в другое место жительства ребенок остался жить в других бытовых условиях он уже не контактирует постоянно с аллергеном и для него приезжать к этому же животному это уже будет аллергенная нагрузка и он может давать жалобы поэтому тоже пациентам не всегда понятно что так мы же жили с ним непонятно почему нам как бы хуже становится понятно потому что тогда пациент жил каждый день контактировал он немножко памяти иммунный фон он если не направлен на прям супер агрессивный он будет адаптироваться то есть вот условно городские дети которые там все там чихнул сопелька потекла от дома посиди там сейчас мы те нос промоем там все промоем все да все там простерили зума так далее и как бы ну вот он более понимаете иммуноактивен аллергики имеют чрезмерно иммунитет просто не в ту сторону они ну понимаете имеют агрессию к внешнему миру мы все с вами вдыхаем энергии но мы же не все так агрессивно к ним относимся а вот эта привычка руки постоянно протирать антисептиком по ковиду конечно нормально но для аллергии если опять же таки на антисептики может эти контактные дерматиты до контактно аллергические дерматиты и когда вы только-только вот эти были волны еще раз опять же таки те которые были чрезмерно тревожные они конечно так обрабатывали этим антисептиком что не поспаливали себе кожу потому что они там ну вот упорно 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 все это мыли антибактериальное мыло ну вот смотрите доктор когда пациента смотрит он антисептиком чаще обрабатывает руки не моет их чаще именно антисептиком потому что но антисептик не убивает полностью всю флору антибактериальное мыло убивает и свою и патогенную. Но это же в перчатках, наверное, работает? Ну, не в каждой же доктор в перчатках, да. То есть, вот, например, доктор-педиатр не смотрит в перчатках. Ну, может, когда вот эти были ковидные рекомендации, вы же посмотрите, сейчас как бы нет такого. Мы работаем без перчаток. Ну, где-то может быть в стационарах еще, да, но сейчас приемы уже не ведутся. Эти все режимные мероприятия сняты. В общем, если без перчаток, то с антисептиком обязательно. Да, да, да. Но, опять же, и доктора страдали тем же, то есть они не аллергики. Просто из-за того, что по работе нужно было обрабатывать антисептиком гораздо чаще, чем он обычно делает, конечно, контактные дерматиты после антисептиков у всех пациентов и у доктора в том числе. Поэтому надо не забывать о том, что если вы обрабатываете руки, ну, так надо же какую-то и пленочку сверху нанести, то есть какой-то и крем тогда уходовый, чтобы был, а не так, что за день там раз 500 обработать антисептиком, помыться в жесткой воде и лечь спать. Но кожа не выдержит. Она же, ну, не вечная какая-то. Хоть она и регенерирует достаточно активно, но она не справляется с этим. Через полтора месяца уже лето, наконец-то, да, начнут активничать всякие насекомые, комары, мошки и, заканчивая там госми, да, укусил комар, ладно, можно там, ну, ты почесал, вот советуют бабушке соды помазать. Вот. Ну, как это вообще? Ну, вообще, смотрите, есть такое понятие, как аллергическая реакция на укусы насекомых и как токсическая реакция. Ну, то есть, вот человек, например, имеет очень тонкую кожу, это вот наши рыжики, да, или какие-то такие блондинистые детки. Очень, да, очень нежная кожа, и там вообще почесал, уже покраснело. И, конечно, если его там комарик укусит, там полуруке течет, и это не аллергическая патология. Поэтому, ну, если так, вот укусил у нас какой-то животный, мы вообще не знаем, кто у нас укусил комар, мошка, у нас развивается какая-то местная реакция, то есть, кожа покраснела, она чешется, возможно, там немножечко припухло. Это какие-то охлаждающие должны быть, крема, гели, то есть, там, финистил, аллергозан, там, хлоропирамин, что-то охлаждающее, и мы смотрим. Так, хорошо. Вот, например, нас укусило в руку, и у нас отек или там краснота на руке. Мы помазали, вроде меньше чешется, ну, окей, мажем, вот, пока беспокоит, то есть, красное там 2-3 дня, ну, так 2-3 дня и мажем. Если нас укусили в руку, а у нас, извините, отекла нога, это аллергическая реакция. Вот тут уже нужно какие-то специфические препараты, там, гормональные препараты вводить, или вообще препараты скорой помощи, то есть, если это укусы, например, там, пчелы или осы, ребенку становится, или пациенту, в принципе, взрослому становится тяжело дышать, он покрывается крапивницей, конечно, ты же не намажешься финистилом, и даже антигистаминный препарат не факт, что тебе поможет. Поэтому, вот, надо разградировать. Если это местная реакция, это местные препараты. Если очень сильно чешется, да, пожалуйста, можно выпить антигистаминный препарат разово или пару дней, там, условно, никто и даже из докторов не скажет, что, типа, а, вы там пили, например, финкарол, а надо было там паралозин, ну, вот условно. Ты пил для того, чтобы снять зуб, для этого ты пил, ты пил три дня, пожалуйста, ты можешь пить любой препарат. Ну, главное, там, по дозировкам сильно не, ну, не косячить, конечно. Если жалобы не проходят, тогда это возможно, какие-то гормональные препараты, то есть, если там сильный отек на руке, то есть, или, например, ну, вот, укусила там в кисть, и вот кисть прямо текла, тогда можно гормональный препарат, можно там под повязочку сделать, там, на 5-10 минут, чтобы лучше впитался крем. И, возможно, все-таки сходить хотя бы к педиатру, он тогда подскажет, ну, может, что-то там скорректировать, что-то надо. Но, конечно, если у ребенка развилась какая-то острая реакция, он там наступил на осу, у него появилась крапивница, да, вы вызовете скорую помощь, возможно, выпить антигистаминопрепарат. Тут вот в этой ситуации, ну, можно пить все, то есть, как бы, есть антигистамин, ну, окей, пока ты ждешь скорую, ну, ты можешь выпить антигистамин, возможно, как бы он тебе тоже поможет. Но дальше ты четко должен прийти к доктору, и мы должны выяснить, так, хорошо, а в следующий раз у нас будет реакция более тяжелая, чем вот это у вас случилось, и будет ли вообще, то есть, обязательно будет реакция, или, ну, мне просто сегодня так не повезло, вот у меня случилось, но это такое, знаете, разовое, разовое. Поэтому, если случается острая реакция на укусы насекомых, вы оказываете помощь, возможно, со скорой, и приходите к аллергологу. Если местная реакция, нужно понимать, что у каждого ребенка своя кожа, и пациенты точно так же говорят, у нас аллергия, у нас аллергия на укусы насекомых, а там такой рыжулечка стоит, весь в конопашках, ну, так я вообще удивляюсь, как он не оттекает в принципе весь. Поэтому местная реакция может быть на укусы насекомых, не нужно паниковать, если она местная, это местный какой-то охлаждающий препарат, антигистаминный, и антигистаминный препарат внутрь, если очень сильный зуд. Если зуда агрессивного нету, можно не пить. Спасибо вам большое, этот разговор был очень интересный. Не за что.